Привет, друзья! Меня зовут Екатерина. Это специальный проект «Интервью с экспертом». Я человек, не сведущий в вопросах психологии и психоанализа, вместе с нашими гостями разбираюсь в самых основополагающих, но от того не менее интересных вопросах. И сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук, психолог-консультант, проректор по учебной работе ВИП Смарышева Виктория Алексеевна. Здравствуйте! Добрый день! Ну что, мы с вами уже виделись, в прошлый раз обсуждали кризисную психологию, и там было, в принципе, все понятно. Но есть у вас еще курс, мы к нему, конечно, не привязываемся, но тем не менее, который называется «Теория и практика работы с кризисами» и тут в психосинтезе. Что же это такое, с чем это едят? Ну, это один из методов психотерапевтической работы, который в первую очередь направлен на работу с воображением, с образами пациентов, работу с принятием себя, как своих, ну, скажем так, положительных и отрицательных негативных качеств. И с точки зрения работы с кризисами именно этот метод может быть наиболее эффективен в какой-то мере, потому что он помогает преодолеть сопротивление. Когда мы говорим про кризис, это все-таки сложные темы, болезненные темы. Иногда человеку тяжело напрямую о ней говорить, о какой-то ситуации насилия, о травме. А через образы мы, в общем-то, сталкиваемся с бессознательным. Мы говорим о том, что действительно внутренне беспокоит человека, о его внутреннем конфликте. И тем самым мы, может быть, более таким щадящим способом прорабатываем болезненную для него тему. То есть это что-то такое более аккуратное, да, как инструмент работы? Это очень недирективный метод. Это одно из направлений современной психотерапии, наряду, может быть, с транзактным анализом, наряду с когнитивно-поведенческой моделью. Но это действительно наиболее, наверное, щадящий, недирективный метод. Он произошел в какой-то мере из психоанализа. Но его основатель, Роберто Асаджиоли, он, будучи изначально классическим психоаналитиком, почувствовал, что в ситуациях такого особого напряжения пациентов, работы с людьми, например, с творческими профессиями, переживающими кризис, людьми, которые прошли, например, через концлагеря, через различного рода, ну, такие болезненные травмирующие ситуации, этого может быть недостаточно. Вот. У него была цитата, что, ну, это его исключительно мнение, никого не желая обидеть, что вот психоанализ он разобрал, помог выявить причину, внутреннюю, глубинную проблему, но нужно потом пациента собирать. Вот этот вот следующий этап, который он как раз и назвал психосинтезом. И это такой эклектичный подход, он собрал в себя элементы и классической психоаналитической школы, и юнгианской позиции, и гуманистической позиции. И действительно, так как сам Асаджиоли был человеком, который пережил достаточно тяжелые условия, он сидел в камере-одиночке, он долгое время был преследуем итальянскими фашистами за свои идеи, он говорил о том, что вот его как раз техники, которые он предлагает в психосинтезе, они помогли ему пройти через вот эти вот достаточно болезненные, травмирующие биографические события своей жизни. А как происходит сеанс терапии? Вы предлагаете что-то нарисовать, например, или с этим желанием приходит сразу же клиент? Слушайте музыку, потому что музыка это же тоже образы. Как это происходит? В психосинтезе на самом деле я бы не сказала, что работают с рисунками либо с музыкой, хотя не отрицают и не исключают, если это будет полезно. На самом деле основная работа это работа через представление. То есть мы предлагаем пациенту, ну допустим, в качестве такой базовой, может быть, метода управляемого воображения расслабиться, принять удобное положение. Либо это на кушетке, либо это сидя, тут как ему удобнее пациенту. Закрыть глаза, дальше мы помогаем через дополнительные такие средства, там релаксации, дыхательные упражнения, погрузить человека в расслабленное состояние и после этого предлагаем ему какой-то образ. Ну, например, мы предлагаем ему представить безопасное место, допустим, или предлагаем ему представить, допустим, ну не знаю, вазу, да, вот как, что он видит. Просим его рассказать максимально подробно то, что он видит, как он это представляет, цвет, запах, может быть, какие-то символы, которые проявляются. И далее направляющими вопросами мы проводим его через вот его образы как раз бессознательного. После того, как мы вернулись, мы предлагаем уже обсудить, в какой-то мере интерпретировать те образы, которые всплыли, да, какие ассоциации пришли самому пациенту, например, какие ассоциации приходили самому терапевту, когда этот образ с ним обсуждался, ну и так далее. Это одно из упражнений, таких достаточно много. В основном мы говорим в психосинтезе именно через работу такого воображения, представления, да, образа. Рисунок мы, конечно, можем иногда использовать, но это достаточно редкий вариант. То есть чаще это именно представление чего-то, какого-то, либо сценария, либо какой-то картины, либо какого-то сюжета, либо части личности, например, диалог частей личности, вот в таком режиме. Действительно ли, если разобрать какой-нибудь, например, вот моё описание вазы или, там, не знаю, представление безопасного места, из этого описания, из моих фантазий, реально сделать какие-то выводы, которые помогут мне в проработке той или иной проблемы? Ну, не всегда мы делаем выводы, да. Очень часто, например, при работе с образом, вот когда вы описываете, например, элемент, да, ваза, там, допустим, вот вы сказали, что ваш образ, он всегда, ну, у любого человека, он отличается от образа вазы, например, меня или кого-то ещё. Более того, если я буду представлять вазу, даже мой образ может меняться сегодня, завтра, в зависимости от состояния. Иногда человек, когда мы работаем с образами, с какими-то, он приходит к некому озарению, инсайту сам. То есть, например, у него всплывает, ну, вот такой, да, вариант, вдруг какой-то знак на вазе, ну, или там, изображение, которое вдруг ему какой-то отголосок прошлого опыта напомнило. Или эмоционально, например, какое-то такое переживание захлестнуло. Ну, может быть, грусть, может быть, горечь, может быть, наоборот, тёплые ощущения. Мы, это первое, да, что мы делаем. Второе, да, конечно, есть некоторые интерпретации символические, которые мы всё-таки используем в какой-то мере, которые были предложены уже, да, многочисленными исследователями, которые могут, ну, подтолкнуть, что, вот, например, этот образ, он может символизировать то или иное, там, например, событие или какую-то внутреннюю, например, конфликтную ситуацию. Тут уже, конечно, пациент либо согласится, примет это, либо нет. Иногда бывает, что вот таким, как безопасное место образ, например, мы помогаем ресурсы просто дать, помочь человеку, например, справиться с тревожностью. Вот у него начала захлёстывать паника, например, от какой-то, да, ситуации жизни. Он погрузился в это состояние, немножко вернул баланс за свою жизнь. Либо, ну, вот человек, например, с зависимостями, ну, допустим, он, когда стрессовая ситуация, он может реагировать на неё, возвращаясь в привычный для себя способ действия через, например, зависимость, ну, там, через наркотики, алкоголь. А так у него есть некий инструмент привести себя в норму, привести себя в некое состояние стабильности, после которого он уже может, например, реагировать на стресс немножко иначе. Это как один из вариантов. Ну, вот может быть, как раз ситуация, когда мы говорим про травму, да, либо кризис. Иногда бывает, что пациенту очень тяжело вспоминать именно травму. Ему легче вот то, что он сейчас видит, представить, да, какие-то отголоски, образы, которые напомнят что-то. Иногда бывает, что пациент рыдает, представляет ту же вазу, например, да, и он даже не может описать, ну, там, например, очень многие эмоции на поверхность прорываются. Это бывает очень именно катарсично так полезно. Вот. Ну, в некоторых ситуациях, да, конечно, можем поинтерпретировать. Но психосинтез это то направление, как я сказала, оно очень мягкое в том смысле, что мы всегда следуем за пациентом. То есть даже если у нас есть какие-то интерпретации, которые мы знаем, да, мы никогда их не пытаемся таким резким образом направить нашему пациенту. Наша задача, образ, он будет интерпретирован только тогда, когда пациент согласен с этой интерпретацией. Вот. Ну и дальше мы уже, как бы, работу проводим. Это один из вариантов техники, как я предложила. Конечно, образы это не все, чем мы занимаемся. Да, то есть на самом деле психосинтез это классическое психотерапевтическое направление, в котором тот же самый сеттинг, там, те же 50 минут, роли терапевта-пациента также. Мы также разбираем, например, там, историю жизни, анамнез, мы предлагаем какие-то другие сопутствующие, да, инструменты. Ну, это просто один из базовых таких вот, ну, скажем так, методологических основ. Я как-то проходила свою терапию, и психолог попросил меня закрыть глаза, представить место и попросить его описать. Это? Это похоже на то, что делает психосинтез, да. Тут, может быть, немножко разные модели, процедуры в разных направлениях, по-разному они используются, даже та же интерпретация будет по-разному использоваться. Но это, да, действительно очень похоже на психосинтез. Да, там я пришла с запросом, который был связан с, ну, отношениями с семьёй, там, с друзьями, и, да, мне нужно было представить, где ещё в этом пространстве находятся люди, как я к ним повёрнута, как, какие жесты. В общем, это очень похоже, да. На самом деле мы с образами и в других направлениях работаем, и в том же транзактном анализе, который я сегодня упоминала, и в киштальтерапии мы работаем с образами. Тут будет зависеть от методологии, будет зависеть от того, как с этим образом, что дальше происходит, да, насколько мы там пытаемся, например, его разложить на элементы, насколько мы пытаемся в бессознательное погрузиться, вот такого рода. Но, да, это вот один из инструментов, который психосинтез... С творческим кризисом может прийти? Да, с творческими кризисами. Это, в общем-то, то, с чего начиналась, в общем-то, работа в психосинтезе, потому что у Роберта Асаджоли в его книге прям одна из глав — это духовный кризис, кризис преображения как раз у творческих людей, с которыми достаточно часто сталкиваются. Хорошо, в общем, если что, можно при творческом кризисе как раз-таки вот знать, куда и к кому обратиться. У меня с образами, безусловно, ассоциируется процесс сновидений. А психосинтез и сновидения — есть ли какая-то корреляция, взаимосвязь? Да, так же, как и в классическом психоанализе, так же, как и в гештальтерапии, психосинтез также затрагивает вопрос сновидений, тоже разбирает образы сновидений. Но в основном здесь, может быть, упор будет как раз на именно ту символику, те цвета, звуки, запахи, например, какие-то элементы сновидения, которые мы будем уже в терапевтическом пространстве анализировать. На самом деле, в принципе, ближе всего, наверное, работа в психосинтезе, она строится со сновидениями по юнгианской схеме. Те, кто сам занимается именно юнгианским анализом, наверное, здесь много общего найдут, скажем так. Что вам нравится в этом методе? Ну, в первую очередь, мне нравится то, что здесь ни сам пациент, ни сам терапевт никогда не знают, на самом деле, вот этой ресурсной силы образов, с которыми они сталкиваются. То есть, бывает так, что действительно какой-то, казалось бы, малозначительный образ, он оказывает такое существенное, мотивирующее значение, что пациент потом возвращается к этому образу постоянно, регулярно. Запускается процесс, когда приходят инсайты, когда приходят озарения, приходят буквально по какому-то маленькому элементу, казалось бы, да, а идет весь вот такой существенный прям скачок в работе. Это первое. Второе, то, что мне нравится, это то, что действительно метод очень щадящий. То есть, он ни в коем случае не направлен на то, чтобы конфронтировать с пациентом. То есть, есть направления, в которых конфронтация, да, один из инструментов, это хорошо, это полезно, но так как все-таки мой в основном упор, да, это кризисы, в ситуации с кризисами нам хотелось бы максимально сделать все, чтобы не навредить, чтобы никаким образом не травмировать дополнительно пациента. И психосинтез, он это позволяет делать. То есть, там действительно очень много таких аккуратных, следующих за пациентом техник приемов, которые ни в коем случае не подталкивают, не направляют, не объясняют пациенту, как ему жить. Наоборот, все делается для того, чтобы пациент сам принял это. И третий момент, который мне тоже очень нравится, это как раз работа с субличностями. Вот это понятие, которое было, в общем-то, использовано Роберто Саджоли в своем подходе, при котором он говорит, что у каждого из нас разные субличности внутри нас. И основная задача не бороться с ними, не уничтожать их, если нам что-то не нравится в себе, а научиться координировать, принимать эти разные стороны и использовать их тогда, когда нам это нужно. Ну вот, на мой взгляд, это очень полезно, например, при работе с зависимыми пациентами бывает. Виктория, а сколько у нас субличностей? От двух до бесконечности. У каждого свое количество. Они формируются в течение жизни, поэтому тут уже у каждого свое число. Как здорово! Вы знаете количество своих? Ну, я бы, наверное, не сказала точное количество, но да, конечно, анализировала их в процессе самого обучения, в процессе терапевтического опыта, поэтому, конечно, примерное количество я знаю, но они постоянно могут появляться, добавляться, то есть они по жизни, в общем-то, меняются. Боже мой, как интересно! Я, кажется, знаю, чем я займусь в ближайшее время изучения своих субличностей. Хорошо, прошлое интервью мы закончили одной фразой. Мне показалось, что будет очень банально сделать это во второй раз, поэтому я попрошу вас чуть-чуть подумать и ответить на вопрос. А если бы такого метода, как психосинтез, не было, то? Ну, я думаю, что если бы психосинтеза не было как направления, то, наверное, может быть, даже если бы его назвали иначе, работа с образами, работа вот с этими элементами бессознательного и субличностями, она так бы иначе бы появилась, может быть, немножко иным образом, но она бы была необходима все равно для создания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!